Вот эта стена, которая поддерживает маленькую террасу с цветами, скоро преобразится. Серый бетон должен превратиться в нечто красивое. Арки, сделанные несколько лет назад, потихоньку начинают заполняться. Вот последняя третья арка была покрашена ироклисом. Это подготовка к третьей картине. Здесь должна быть богиня-плодородия Димитра. Образ богини искали в интернете. Понравившийся теперь будет здесь. Вот уже наша богиня-плодородия Димитра приобретает формы. Лицо, это шапочка, а дальше где-то ручка должна быть. Вот и ручка. Так что ироклис тут зря время не теряет. Делает барышню. Вот такая она. Отдельные детали, которые будут вставляться в мозаичную картину, требуют особого терпения и усердия. Вот так бои местного масштаба у нас постоянно происходят. Что можно на этом столе понять? Это может только понять мастер. Все остальные могут только догадываться. В том числе и я. Это ироклис пребывает в задумчивости перед началом работы. Итак, мастер все приготовил. Сел на скамеечку и будет сегодня начинать делать нашу богиню. Богиня Димитра. Вот тут уже нарисована карандашом на стене ее фигура. Ну-ка, дай-ка я ее покажу, как она выглядит. Вот это ее контуры, ее фигуры. И сейчас они будут заполняться. Итак, первая мозаика. Деталь. Первая деталь. И что это у нас на голове? Шапочка. Это шапочка. Шапочка. Вот такая шапочка у нее. После шапочки уже появились такие детали. А сейчас ироклис будет ставить серп. Ну, а молот мы как-то оставим в стороне. Вот такая труженица, богиня плодородия. А это наша богиня уже на следующий день. С несколькими колосками. Шапочка уже лежит на волосах ее. Вот так мастер трудится. Часть девицы красавицы у нас уже готова. Богиня держит колосочки. На лицо не надо смотреть. Лицо еще очень не оформлено. А шапочка с волосами есть. Каждый день добавляя детали в мозаичную картину. Вот уже появились детали ткани, детали одежды у богини плодородия Димитры. Будем дальше ждать, что будет. Вот красавица Димитра уже наполовину одета в платье. И очень даже неплохо выглядит. Пусть зрителей не удивляет, что я называю богиню Димитрой, Диметрой. В разных источниках существует такое небольшое расхождение в имени. Но суть это не меняет, верно ведь? Часть одеяния Димитры находится уже на ее теле. И, как видим, неплохо очень выглядит. Итак, осталось немножко платья. А все уже сделано. Ну и фон, естественно. Ножки уже там торчат из-под платья. Вот такой кусочек остался. Димитра входила в число 12 олимпийских богов. И была у очень любимой, почитаемой богини, так как была связана с земледелием, питающим людей ежедневно, а также составляющим основу их трудовой деятельности. Общий вид творческой работы на сегодня. Итак, заключительный фрагмент платья. Вот сейчас Ираклис поставит пару кусочков, и фигура будет закончена. Последний. Вот, последний кусочек ставит. Еще один, да? Нет, последний. Ну, прекрасно. Вот все, наша богиня закончена. А когда будешь делать глаза ей? Ну, это когда уже полностью все закончу, и буду гравировать кое-где. И тогда сделаю глаз, рот, нос. Богиня полностью одета в платье. Теперь остался фон. Димитра, благая богиня, хранительница жизни, научившая человечество земледелию. Она – великая мать, порождающая все живое и принимающая в себя умерших в воплощение первобытной творческой энергии. Ее атрибуты – это снопы пшеницы, корзины с цветами и фруктами, символизирующие богатство и плодородие земли, а также маки – символы сна и смерти. Мы же пошли по более легкому пути и окружили ее цветущим полем. За вчерашний день и вторая половина поля покрыта цветами. Существует миф о том, как Аид похитил ее дочь Персифону, и богиня блуждала по всей земле в ее поисках. В период скитания Димитры на земле прекратили всходить урожаи. Люди умирали от голода и не приносили жертвы богам. Тогда Зевс велел Аиду вернуть Персифону. Аид не посмела слушаться брата. Вот и появились облачка на небе. Правда, неба еще самого как такового нету, но мастер это сделает. Появилось с правой стороны облачко. Сейчас я его приближу. И вот такие облака, в общем-то, останутся. Процесс движется к окончанию. Вот левая сторона уже полностью закончена. А у нас вот так красиво выглядят облака на фоне голубого неба. Вот еще этот кусочек. И все. Иераклис закончил выкладывать мозаику. Подлежит еще шпаклевке. И все, картина закончена, зашпаклевана. И вот наша Димитра на лугу, на цветущем, в окружении маленьких облачков. Итак, триптих закончен. Первая у нас это Артемис. Вечно юная богиня охоты. Богиня женского Саламудрия. Покровительница всего живого на земле. Дающая счастье в браке и помощь в родах. Культовыми животными Артемиды стали лань и медведь. Это скульптура богини. Фото из Версаля. В центре триптиха Афина. Богиня мудрости и справедливой войны. Она покровительствует героям, защищает справедливый общественный порядок. Богиня знаний, искусств и ремесел. Дева-воительница, покровительница городов и государств, наук и мастеров, ума и сноровки. Мраморная статуя Афины в Лувре. Третья картина. Богиня Диметры. О ней рассказано ранее. Фото статуи Диметры в коллекции Лувра. Итак, три арки заполнены. Я делаю небольшую панораму, как это выглядит. И последняя у нас закончена была вчера. В нашем дворе осень так раскрасила дикий виноград. И мы на его фоне будем прощаться. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. До свидания. До новых встреч.